Друзья, всем привет! И с вами снова я, Михаил Шилов, автор проекта Корректура, drshilov.com, budushin.ru и прочих других. Обязательно подписывайтесь на мой канал на ютубе, будете в курсе таких же видеоподкастов со статей различных на моих сайтах и разных интересных материалов. Вот, я продолжаю этим видеоподкастом серию подкастов из Индии, и вот сейчас я расскажу вам вот о чем. Как тренироваться тогда, когда вокруг никто не тренируется? Это многогранный вопрос, потому что для разных людей подход к этому вопросу сильно разнится. Ну, предположим, вот для таких людей, которые спортом занимаются постоянно, имеют опыт самозанятий, выглядят неплохо, хорошую спортивную форму, как имеют. Это я про себя рассказываю, да? Ну вот, для них на самом деле проблем это вообще не составляет никаких. Как правило, у таких людей есть опыт сам тренировок, тогда, когда вокруг никто не занимается, уже выработался с годами, когда они приобретали эту форму и вообще занимались. Вот, поэтому особо проблем нет. Более того, они на фоне других людей выглядят, ну, получше и поэтому не смущаются. Потому что, если даже видят взгляды на себе какие-то, там ловят их, то даже если это порицающие какие-то взгляды со стороны тюленей различных и там молений, то они прекрасно понимают, что те люди, которые вроде бы вот так вот говорят, да зачем на отдыхе так напрягать свои батоны, в конце концов себя надолюбить и живем один раз только в жизни, на самом деле все равно прекрасно понимают, что такое хорошо, а что такое плохо. И прекрасно они понимают, что лучше быть со здоровыми и богатым, чем больным и бедным. И они где-то в глубине души завидуют, а если не завидуют, то очень бы хотели бы быть такими же, просто у них это не получается. И люди, которые тренированы, они прекрасно понимают точку зрения этих людей и не обращают просто на них никакого внимания, никаких проблем. Гораздо сложнее тем, кто хочет заниматься, но еще не приобрел хорошую спортивную форму, а только собирается этим делом заняться. И вот они смотрят так вокруг, а никто не занимается, им как-то неудобно так вот как-то начать, как-то не кажется, что смотреть на них все будут и все такое прочее. Может и будут, но если вы считаете, что окружающим есть до вас какое-то серьезное дело, и они о вас будут помнить и рассказывать, что вот был вот такой-то и вот кто-то делает нам вообще, знаете, у вас просто мания величия какая-то, причем совершенно неправильная. Никто о вас не будет помнить и не вспомнить никогда, и по-серьезному никто вас рассуждать даже не будет. Понимаете? И опять же, если вы будете заниматься делом правильным, то те, кто этим делом не занимается, они все равно прекрасно будут понимать, что вы-то занимаетесь, а они не занимаются. И все их порицания внутренние или между собой разговоры – это способ их психологической защиты всего-то навсего и не более того. Они так защищаются психологически, то есть оправдывают сами себя, чтобы им было покомфортнее жить. А на самом деле они тоже хотели бы хорошо, они понимают, что вы на пути к этому стоите. Вот. Есть еще момент, от возраста зависит. Несмотря на то, какую подготовку человек имеет, почему-то молодые люди часто испытывают смущение гораздо больше, чем те, кто постарше. Да. Возраст, и особенно, если он еще сочетается с мастерством, является огромным-огромным подспорьем для того, чтобы не обращать внимание на всякую хигню, которая может отвлекать. Вот. Просто колоссально. Он позволяет не принимать в расчет идиотов и индифферентных людей, и тех, кто как-то насуждает. Совершенно все равно. Главное – понимайте, что вы занимаетесь тем, чем надо заниматься, чем вы хотите, и что вы занимаетесь делом. Если вы это знаете, и понимаете, что это должное, то не испытывайте проблем с этим. С этими комплексами нужно бороться. А один из простых способов, когда вы на море занимаетесь, знаете, какой? Ну, на море или в лесу, ну, вот на море вообще великолепно. Подойдите к самому берегу, встаньте лицом к морю и занимайтесь, глядя на море. Особенно там, если никого нет, вот смотрите, вот пляж. Никого нет в море, да? Если вы встанете на береговую линию, и вы будете видеть только море, слушайте шум в море, вставьте в уши плеер, чтобы не слышать никого, и попробуйте для начала заниматься так. Занимайтесь дыхательной практикой, закройте глаза. Вы не приобретете опыт и с возрастом, или со стажем, со занятий до тех пор, пока не будете практиковать. Если вы думаете, что придет какое-то время, и само по себе станет так, что вам станет это все равно, и вы будете когда-то заниматься. Вы только лишь оттягиваете начало, а значит оттягиваете тот самый момент, когда для вас все это станет легко. Забейте на все, переборите. Любая привычка формируется в течение двух недель максимум. И стоит вам только позаниматься, даже не две недели, а несколько занятий, без опаски и без надоглядки, на окружающих. Все. Никаких проблем у вас уже не будет. Вы будете совершенно спокойно выходить на берег моря, на какую-то площадку, на какой-то газон, садиться в позу лотоса, заниматься, растягиваться и все. И все будет замечательно. И со временем вы начнете трансформироваться, преобразовываться. И окружающие будут не просто смотреть на вас, изучающие с удивлением или как-то, а с восхищением. А некоторые даже захотят подражать вам. Уверяю вас. Вот как я хожу записываю видео сейчас. На меня смотрят кучи народу. Думают, что это мужик ходит там записывать. Думаете, у меня вызывает со смущения какую-то тень. И это не просто базируется на том, что здесь иностранцев дофига, и там индусов, которые не понимают русской речи и не понимают, о чем я говорю. Во-первых, их очень много кто понимает. Это раз. Два, они прекрасно понимают, что я записываю какие-то подкасты, даже если и речи не понимают. Три или четыре, я не знаю уже, русских здесь достаточно много. Но меня это не смущает абсолютно. Почему? Потому что я знаю, что я занимаюсь делом, которое мне нужно и интересно. И среди этих же людей, которые ходят здесь, в часть будут эти же подкасты мои или чужие такие же. Вот изучать, смотреть, получать удовольствие и что-то брать из них. Ну все. Так что не смущайтесь по этому поводу. Все это классно. Боритесь. Кстати, для тех, кто занимается искусствами боевыми или чем-то еще, идет мужчина гулять с маленьким ребенком. Ку-ку! Привет, малыш! Хеллоу! Спишь, маленькая? Вот. Один не смущается совершенно. Даже разбудил ребенка, что пропозирует. Все нормально. Вот. Не смущайтесь. Так вот, кто занимается искусствами боевыми, вообще надо научиться бороться с любого рода комплексами. Какой вы можете быть вообще боец, если вы состесняетесь людей? О, местные девушки в САРе. Hello! Hello! How are you? Michael! My name is Michael. I'm Tina. Oh, Tina. I'm fine. And you? раша а в маша но но вере бед а испекали бед но 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 раз дай попозже подойду хорошо потом подойду сейчас пока записываю ладно а меня как зовут помнишь майкл майкл но почему же соня тира все хорошо договорились пока тина бай потом подойдут умал окей да хорошо хорошо вот ведь общаться довольно просто да вот главное и не надо показывать что вы хорошо разговариваете на английском языке они знают английский хорошо очень и поэтому если они поймут что вы на английском хорошо разговаривать они просто пристанут и все надо включить немножко дурачка когда-то по-английски плохо понимал но из последние два года при навырялся то есть после поездки в таиланд стал изучать английский очень активно именно для того чтобы не стыдно было в странах других он потому что целом приехал там каждый каждый тайец абсолютно разговаривает на английском языке я решил что это стоит освоить занимались очень много сам супругой с репетитором постоянно сейчас занимать даже комплименты делать а в индии разговариваются это второй государственный язык и поэтому когда вот и подходит это же как принципе практически цыгане они не отстанут стоит им только понять что вы их понимаете все они не отстанут по-английски это очень хорошо по-русски хуже поэтому включая немножко дурачка говорим что по-английски мы очень плохо разговариваем начинаем мычать пыкать мыкать и больше по-русски говорить и они начинают отставать все пара слов и нормально отношения налажены натолкнулись друг другу и все хорошо вот ну все ребят рассказал видите я же показываю что это не сложно народ относится к этому вполне себе приемлемо всем пока подписывайтесь на мои видео и на мои ресурсы на ютубе обязательно салют